Казалось бы, вот она, благоустроенная аллея для прогулок. Всего пара-тройка ступенек. Но для мамы и ребенка с ограниченными возможностями здоровья эти несколько метров – непреодолимая преграда. Об этом нам рассказала жительница дома номер 9 по Битцевскому проезду Инна Живодрова. Приходилось объезжать несколько домов. Тоже не беспрепятственно, особенно в зимнее время. И небезопасно, потому что машины навстречу выезжают и все прочее. И наконец-таки удалось решить вопрос со спуском, съездом на аллею. В течение трех недель на этом месте не только оборудовали пандус, но и дальше сделали плавный съезд уже непосредственно на саму аллею. Теперь им могут пользоваться не только маломобильные люди, но и мамы с колясками, и молодежь на самокатах и велосипедах. Изначально пандус планировали покрасить в оранжевый цвет, чтобы гармонировал с ближайшим домом. Но для таких конструкций предусмотрена более практичная серая краска. Впрочем, эта деталь для местных жителей большого значения не имеет. Предварительно организационной работе по строительству пандуса принимали участие работники прокуратуры. Одной из функций которой является надзор за соблюдением прав людей с ограниченными возможностями здоровья. Прокуратура всегда восстанавливает и стоит на защите прав несовершеннолетних. Поэтому совместно с администрацией Ленинского городского округа само благоустройство был восстановлен и организован беспрепятственный допуск, как мы можем видеть, к зоне отдыха ребенка с ограниченными возможностями. Уже сегодня рабочие приступят к покраске пандуса, облагородят и прилегающую территорию. И хотя пока конструкция выглядит несколько непрезентабельно, уже сейчас видно, что все сделано качественно. Мы принимаем работу, потому что главное, чтобы жители довольны были. А в этой локации жители очень довольны. И все рады, что наконец-то долгожданный пандус появился. За последнее время это не первый пандус сделан. В ЛК-70 тоже сделали долгожданный пандус. Таким образом, государственная программа «Доступная среда» активно реализуется на территории Ленинского городского округа. Пока еще здесь лежит строительный мусор, но через два дня его уберут. И пользоваться новой конструкцией можно будет беспрепятственно. Максим Козлов, Александр Логинов, Гульнар Балаева. Видное ТВ.